Брат Роман говорил, да, и говорил о таких вещах, бодрствуйте и молитесь, да? И вы знаете, обязанности христианина какие? Мы тоже должны с вами бодрствовать, должны молиться, мы должны каяться еще, да? Каяться и молиться должны. У нас наша жизнь должна быть постоянным покаянием, то есть мы должны исповедовать грехи, наши грехи перед Господом, наши проступки, где мы неправильно поступаем, да, и молиться. У нас двухлетняя вручка, она чуть бабушку не навела до инфаркта, она весь день ходила и говорила, молись и кайся, молись и кайся. К вечеру выяснилось, что она просила ее поставить в мультфильм, малыши Карлсон. Вот мы с вами должны молиться и каяться, молиться и каяться, чтобы не впасть в искушение, как вот Иисус говорил. Это наши прямые обязанности. И даже в таких обстоятельствах, когда трудно это делать, мы это должны делать. Особенно, вот, как бы проявляется наша вера, когда мы в трудных, в особых обстоятельствах каких-то, да, в каких-то трудностях. Вот тогда мы начинаем взывать Господа, мы начинаем молиться Богу. Действительно, когда все хорошо и все прекрасно, там, как бы все идет по ровной, по такой, ты можешь сказать, Господи, благодарю тебя, да, и тебе нет как-то молиться Богу, да, долго там что-то говорить ему, вроде бы, все хорошо, все прекрасно. Знаете, такой человек, был пастор церкви, это Ричард Вурнберг, он написал очень хорошую книгу, она называется «Учение за Христа». И этот человек, 14 лет, он провел в застенках, это румынский пастор, в застенках тюрьмы за проповедь Евангелия, за то, что он свидетельствовал людям об Иисусе Христе, раздавал духовную температуру, там, военным людям, детям, взрослым людям, проповедовал. И, находясь в тюрьме, он написал такие слова. «Сидя один в грязной камере, полной крыс, в нескольких сантиметрах от безумия и смерти, измученный пытками, я поднял свой взор к небу и окровавленными в синих протехах губами умолял Бога проговорить ко мне, и Бог ответил, ну, не словами, а полными отчаяния, душераздирающими воплями, оставленного на кресте Христа». Пастор понял, что это Божий ответ, и отрестил себя со страданиями Сына Божьего, который страдал на Голгофском кресте. Когда Ворбранд услышал вот этот ответ, он получил ободрение в том, что он и один, что Бог с ним, что он никогда не оставит, не покинет, не покинет, что он всегда с нами. Иногда мы ждем от Бога тот ответ, который хотим услышать у него, но Бог отвечает совершенно по-другому. Бог может ответить нам каким-то своим способом, да, или же молчание его, это и будет его ответом. Но, знаете, вы должны помнить и знать, что он всегда с нами, что всегда рука его над нами, что он нас никогда не оставит. Знаете, наша жизнь, она подобна реке, да. Вот эта река, она может быть такая тихая и спокойная, да, потом вдруг, значит, закрутит повороты, закрутит водоворотом каким-то, да, какие-то водопады, какие-то начинаются такие вот водопады, трудности какие-то начинаются в жизни, да. И вот в этих обстоятельствах мы должны уповать на Господа, потому что Божья рука, она всегда с нами, она всегда над нами. Если ты, мы принимаем то, что Бог контролирует все, что Бог стоит над всем, да, что Бог, у Бога есть своя определенная воля для твоей жизни, у него, что у него, даже птица небесная, она без его воли не упадет с неба, и что каждый волосок на голове у тебя сосчитан перед Богом, что Бог это все знает, то тогда это успокаивает и ободряет. Есть песня такая хорошая, «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на бурных волнах, но все же всегда вдалеке, близке вдалеке, в твоих я покоюсь в руках». Вот, может быть, не дословно сказал, но это современный перевод такой, современная интерпретация этой песни. Вот, «В твоих я покоюсь в руках», как бы, какие бы жизненные обстоятельства ни были, да, пусть это мирно у нас, все хорошо, пусть это трудности какие-то, пусть все кипит, все вот так вот бушует в нашей жизни, мы должны уповать на Господа, потому что Бог все знает, все находится под Его контролем, у Него ничего не выбывает. Давайте откроем место священного Писания, Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 4 глава. Четвертая глава, с 35 стиха. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собой. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны вели в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И став, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоились страхом великим и говорили между собой, «Кто и сей, что и ветер, и море повинуются ему». Знаете, такие вот трудные обстоятельства. Буря на море, да? Вот перед этим Иисус Христос совершил ряд таких чудес. Там в Евангелии от Матфе в 8 главе, это такое параллельное место, и там говорится о том, что Иисус перед этим исцелил, сначала прокаженного исцелил, потом исцелил слугу сотника исцелил, потом он исцелил тещу Петра, которая находилась в горячке, потом к нему приносили больных и приносили еще бесноватых, да? И он из бесноватых выгнал бесов, а больных исцелил. Он совершил чудеса. И потом они решили переправиться на другую сторону, чтобы там тоже проповедовать. И вот случилось вот это двое. Случилось вот это вот, ну, особые такие обстоятельства в жизни учеников и в жизни Иисуса Христа. Ну, Иисус это допустил, я думаю, что это по Его воле произошли эти вещи. Знаете, эти трудные обстоятельства, они вообще имеют смысл в нашей жизни и переносят пользу только тогда, когда мы видим в них замысел Бога. Когда мы не видим замысел Бога в трудных каких-то обстоятельствах в нашей жизни, тогда это не приносит нам пользу. Тогда это может нас просто изломать. Но когда мы знаем, что Бог все контролирует, тогда это приносит пользу для нас. И вот здесь я хотел бы задать вопрос. Для чего, для какой цели Господь допустил бурю на море, когда плыл вместе с учениками в лодке? И здесь есть несколько таких вот причин, почему это произошло. И первая причина. Случившуюся бурю Господь допустил на море, чтобы показать нам наши ограниченные возможности. 37 стих. «И поднялась великая буря, волны били в лодку, так, что она уже наполнялась водой». Знаете, Галерейское море, оно расположено вот так, что с севера, там, холмистая такая местность, и с севера дуют такие ветры, очень сильные ветры. И эти ветры, они, холодные, сильные ветры, они соединяются вот с теплыми ветрами, которые исходят вот с воды, с Галилейского моря, они соединяются, они еще больше усиливаются. И потом они бьют в восточное побережье, в скалистые восточные побережья, да, и знаете, и потом происходит такие вот завихрения, такое бурление воды происходит. И часто там случаются бури. Ну, написано, что это море, море на море было. На самом деле это озеро такое, да, озеро, которое там в длину, ну, одни говорят, я смотрел одни источники, одни говорят, что в длину оно 10 километров, другие говорят 15 километров, да, и в ширину где-то 8 или 10 километров оно в ширину находится, да, ну, 20 на 10, примерно так вот, да, такое озеро. Но его называют море Галилейское. И вот они часто бури там происходят. И ученики, которые были с Иисусом Христом, это были люди подготовленные уже, потому что они были рыбаками. Они плавали часто по этому морю. Они ловили там рыбу. И они сталкивались с этими бурями. Сталкивались с этими бурями. И они знали, как преодолевать эти буря. Но их даже вот этой силы, их этой сноровки не хватило справиться с той бурей, которая была. Знаете, когда строился Титаник, то капитан Титаника, он сказал, что если сам Господь Бог захочет потопить этот корабль, он не сможет это сделать. Но произошло столкновение с Альцбергом, и Титаник потонул. Титаник потонул, и люди ничего не смогли сделать. Наши возможности, они ограничены. Мы ничего иногда не можем сделать, потому что все исходит от Бога. Все в Божьих руках. Мы можем приложить все свои силы, мы можем приложить все свои способности, мы можем сказать, да мы уже все контролируем. Но на самом деле могут случиться такие вещи, когда все выходит из-под нашего контроля. Я помню, когда показывали по телевидению, было большое наводнение, вот этот большой тайфун в Таиланде, когда там погибло более 60 тысяч человек погибло. И выступали такие люди, светило науки, там равные метеорологи, геологи выступали, и их спрашивают, ну почему вы же, сейчас вот наука достигла таких высот, почему вы не могли заранее предугадать это все, сейчас же есть такие точные приборы, это же все можно прогнозировать, почему же вы не прогнозировали, что будет такой огромный тайфун? Они говорят, ну наши приборы молчали, они ничего не показывали. И вдруг неожиданно это произошло. Понимаете? То есть может вообще ничего не быть, да, все нормально, все тихо, спокойно, и вдруг буря, вдруг ураган. Потому что Бог все контролирует, и все в Его руке. Я, знаете, я вспоминаю в детстве, у меня был товарищ, приятель, и у них вот с отцом у них была лодка, у них была лодка, и мы на этой лодке катались. И знаете, такая лодка интересная была, что когда ты садился в эту лодку, одному надо было грести на веснах, а другому надо было банкой вычерпывать, да. Кто-то улыбается, потому что они помнят такие лодки, да. И нужно было вычерпать банку, если ты не будешь этой банкой вычерпывать, из лодки, да, то лодка пойдет ко дну. И я все удивлялся, думаю, почему же они ее не проконопатят, почему же они ее не сделают. И сейчас я понимаю, что это были люди просто любители экстрима. И у тебя, когда ты садился на эту лодку, у тебя сразу уровень адреналина повышался, и ты думал, как, во, классно-то. Ты чувствовал себя таким вот, так, моряком, который терпит бедствия, да, терпит кораблекрушение в море, да, плывя на этой лодке. Знаете, ну, вот там, на море, Галилейском, там была реальная буря, там была, там была реальная вот этот шторм, да, и реальные волны перехлёстывали, волны захлёстывали, и им уже не помогало там, чтобы вычерпывать эту воду из лодки, там, потому что вода уже захлёстывала вот так, она просто перевернула это все. И у них возникла такая естественная реакция. Какая у них была естественная реакция? У них возник страх, да? Они, написано, испугались, очень сильно испугались, они начали паниковать, и у них, кроме того, что они сами испугались, вы знаете, когда мы, у нас есть какая-то реакция определенная, и когда мы видим, что у другого человека этой реакции нету, да, у нас есть такое недопонимание, почему же у него нету этой реакции, да, мы-то вот так вот реагируем, мы бурно там, мы там возмущаемся, человек спокойный. Ты что спокойный такой, ты, надо тут вообще возмущаться-то, что, как ты такой спокойный? И мы можем человека обвинить в чём? В равнодушии, в чёрство, в равнодушии, сухарь ты такой, бесчувственный вообще, да, я-то смотри, как расчувствовался, мне-то смотри, как тяжело, мне как трудно, а ты тут смотри, сухарина сидишь, да, у тебя чувств никаких нету, ты вообще даже не сочувствуешь мне никому, молчишь тут и всё, да, и вот учеников точно такая же реакция возникла к Иисусу Христу. Написано, что был шторм, была буря, они там воду вычерпывали, они там пытались парусаки сохранить, там всё, все силы предпринимали, а Иисус спал, спал на подушечке, понимаете, написано, на мозглаве, там подушечка такая была, и он так лежал, свернулся и спал, он что устал, знаете, сколько духовных сил ему требовалось для того, чтобы совершить вот эти исцеления, вот эти чудеса, и изгнать бесов. Он спал спокойно, его не волновало, ни буря, ни шторм, ни крики, ни эти, вот глубокий такой сон, я всегда завидую тем людям, которые, вот они только, донесли голову до подушки, сразу засыпали, я знаю там одних братьев, да, они даже, мы как-то стояли, молились, он уснул на молитве, и молились-то вроде бы недолго, я понимаю, если вы долго молились, и ты уснул, тогда это оправдывает тебя, что нельзя долго молиться, да, нельзя промаливать там всю Африку, миссионеров в Антарктиде, там, нужно кратко помолиться перед сном, и все, идти спать, но это была короткая молитва, и он заснул, поэтому какой счастливый человек, возлюбленному своему Бог дает сон, а тут лежишь, и ворочаешь, и ворочаешь, и ворочаешь, и уснуть не уйдет, то ли тебе валерьянки, нужно пить с собой, чтобы уснуть, еще что-то, вот Иисус спал, он потому что был возлюбленный Богом, он спал, и вот ученики, ученики они возмутились, да, возмутились, и они сказали такие слова, а он спал на корме, на возглаве его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем, когда у нас в жизни случаются бури какие-то, когда наша жизнь начинает болеть, мы начинаем болеть, тогда у нас нету покоя, а почему у нас нету покоя, а потому что мы не вошли в покой Божий, если мы вошли бы в покой Божий, тогда бы мы успокоились, кто вошел, написано, в его покой, тот что? Успокоился от дел своих, то есть у него уже нету этой суеты, потому что он вошел в Божий покой, уже Бог ему дал покой, он знает, что ему надо делать, он знает, что это от него никуда не улетит, это от него никуда не уйдет, он успокоился. И вторая причина, вторая причина, это одна причина, вторая причина, почему Бог допустил эту бурю случиться, Господь ее допустил, чтобы ученики сами увидели, что их вера слишком мала, и им нужен духовный рост и познание своего учителя. Вот ученики упрекают Иисуса Христа, они ему говорят там, неужели тебе до нас нету дела, неужели ты такой равнодушный, как бы в равнодушии его. Но Иисус, он им отвечает, он им отвечает, и он как бы, ну такой ответ, теми же словами, которые у них нету, что неужели ты тебе делаешь? Он говорит, вы маловеры, царковой стих, да? И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. То есть он говорит, вы боязливы, у вас есть страх, и второе, у вас нет веры. У вас есть страх, и у вас нет веры. Когда у нас есть страх? Когда у нас нет веры. Ответ закономерный. А когда у нас нет веры, тогда у нас что есть? Когда у нас есть страх. Да? Ну, элементарные ответы такие, правильно? Если у нас есть страх, значит у нас нет веры. Если у нас есть вера, тогда у нас нет страха. Гиблия говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершен в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. В Божьей любви, если мы любим Бога, если мы следуем за Богом, то в этой любви воспользовался. То в этой любви нет страха, она изгоняет, Божья любовь изгоняет всякий страх. И знаете, нам нужна вот эта вера, нам нужна эта Божья любовь, нам нужно исполняться этой любви, нам нужно исполняться этой верой. Теоретически мы с вами все знаем, что нужно по вере поступать, нужно по любви поступать. И тогда у нас не будет страха. И если я буду в Господе, тогда страх у меня будет уходить. Но когда вот приходят эти трудные обстоятельства, почему-то появляется страх, и почему-то у нас появляется неверие, да? У нас, знаете, мы чем больше в вере вроде бы растем, вроде растем больше и больше в вере, поднимаемся. Мы можем там 20 лет за Господом, 15, 10, 20 за Богом идти, и знаете, мы вроде вырасти так вот в вере. А потом мы можем, знаете, такими словами сказать, вот как, какой-то вот сын, не сын, а отец просто своего от сына. Помните, он говорит, Господи, веришь ли? Он говорит, веришь ли в меня? Он говорит, верю, Господи, помоги моему неверию. Вот у нас точно такая же ситуация. Ну, знаете, нам нужно расти в вере, нам нужно расти в благодати. И мы просто должны у Господа просить. Как ученики однажды у меня спросили, говорили, Господи, умножь в наш веру. Умножь в наш веру. И тут даже, может быть, не в количестве веры идет разговор, а в его качестве. Потому что Иисус сказал, что вера, она подобна горчичному зерну, да? Что она маленькая, но если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, вы скажете, сей горе, возьми и сдвинься в море, да? И эта гора сдвинется. Мне недавно рассказали, есть цикл таких небольших фильмов, да? Про этот фильм рассказали, там у одной соседки, у нее была такая гора мусора. И она своим соседям помогала, там они такие хитрые были, ее обманывали, там все, она даст ей деньги, они пропьют, там она все, просила, чтобы они мусор убрали. Они не убирали этот мусор, да? И она уже потом, ну сама не немощная, не в силах уже. И она говорит, Господи, вот ты же сказал, что если мы будем иметь веру с горчичное зерно, да? Скажите, горе сей, сдвинься и фермусь в море. И эта гора уйдет, да? И она помолилась так сверху и пошла спать. Утром она приходит, куча этого мусора на месте. Гора не сдвинулась. А, Господи, да, вот так, так, так. А один сосед пришел к другому, и они сидят с ним там, выпивают. Он говорит, слушай, ну соседка там у нас же хорошая женщина такая, да? Вот она вот мне это сделала, мне это помогло, мне это тоже помогло. Давай, говорит, ей тоже доброе сделаем. Делай, что, какое доброе? Ну давай, говорит, ей вот кучу мусора уберем. И пошли ее убрали. Она приходит на следующий день с лопатой, чтобы убирать. Смотрим, куча мусора где-то, да? У нас соседка. У нас соседка. Главное, что у нее нету кучу мусора. Третья причина, почему Бог допустил вот эту бурю на море. Господь допустил бурю, чтобы в экстремальных, безвыходных ситуациях открыть ученикам свою божественную власть. Стих 39. И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Знаете, мы сознаем, что Господь Иисус – это всемогущий Бог. Что все его, что Он все контролирует, да? И мы видим здесь, что Он обращается не только к душевленным предметам, да? Когда Он там обращался, допустим, к бесам, Он говорил, выйдите из них, и они выходили там с криком, выходи из человека, да? Когда Он там обращался к человеку, тебе говорю, встань, и человек там вставал. А здесь Он обращается не к неодушевленным предметам, не обращается к стихиям. Написано, Он повелел ветру и ветер утих, да? Сказал стихии, стихия эта прекратилась. Понимаете? Он имеет власть не только над живым чем-то, но и над неживым. И знаете, если Он все создал, Он создатель всего, Он создатель всей вселенной, Он создал все, что нас окружает, то для Него, наверное, утишить эту бурю, для Него это было очень простым делом, да? Это, знаете, как раз так вот пальцем, да, и все, это утихло. Это для нас, кажется, такое огромное, великое чудо. И мы, когда ученики это увидели, когда ученики это увидели, реакция изменилась, она стала совершенно другая. Хотя до этого они видели много различных чудес, которые Иисус совершал, они видели воскресение, воскресение людей, там, много-много разных вещей, которые Иисус творил перед ними, кормил там людей. Но вера будет исчезла их. Но здесь вот они увидели, и они уверовали в Него, да? Они совершенно по-другому стали воспринимать. Знаете, нам нужно понимать, что Господь Иисус, Он властвует над всем. И Он в состоянии утишить любую боль. Он может любого человека, какой бы строптивый у Него бурлящий характер не был, Он может этого человека смирить. Он может его сокрушить, этого человека. Он может этого человека привести к покаянию. Для Бога нету безнадежных случаев. Мы иногда думаем, что вот на этом человеке, вот он не слушает про Иисуса Христа, все, на Него можно поставить крест. Но может сегодня Он не слушает, а завтра Он тебя будет слушать. Сегодня Он просто отрицает вообще Бога, а завтра Он тебя уже будет слушать и не будет отрицать. Но еще пока не уверовал, Он перейдет на другой уровень, да? А потом еще лучше, ближе, 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 ближе Господа. А потом раз и обратился, и уверовал в Иисуса Христа. Нам нужно знать, что Бог на нашей стороне, что Он за нас. И если мы находимся в Его лодке, мы находимся в Его лодке, если мы верующие, мы находимся в Его лодке, да? Это лодка Иисуса Христа, мы говорим, церковь Христова, да? Мы находимся в церкви Христовой, в лодке Иисуса Христа. Если мы в этой лодке, то где Он тогда находится? Он тоже в этой лодке находится, да? Он вместе с нами. Может, мы его не видим, может, мы его не слышим, может, мы его не замечаем, но он с нами. И он всегда готов прийти к нам на помощь. Он не отправляет нас в такое свободное плавание. Посадил вот в эту лодочку, говорит, вот садись в эту лодку, все. Я тебя отправляю в свободное плавание, плыви, плыви. К житию, так выплывешь, да, выживешь. Не к житию, так потонешь, а потонешь, что уже, слава Богу, ты моментально пойдешь в Царство Небесное, тоже хорошо. Иисус так не делает. Он с нами в этой лодке садится, если есть какие-то бури, если есть какие-то шторма, он является капитаном. Он является корочью этого корабля. Мы должны понимать это. И когда ученики осознали, что сделал Иисус, и что Он с ними в лодке, в их сердцах поцарится мир и покой. Когда покой в сердце, тогда для тебя и буря будут показаться штилем. Тогда и бурю ты спокойно перенесешь. Да какая буря, да все нормально, все хорошо. Где вы видите, что буря? Это не буря, это же тюрьм. Это все хорошо, все нормально. Буря будут происходить в нашей жизни. Они периодически возникают. И может это внезапно произойти, эта буря. Может внезапно этот шторм прийти в нашу жизнь. Но когда Иисус с нами, мы можем быть спокойны в самых жестких жизненных обстоятельствах. Пусть Господь нас с вами благословит. Давайте помолимся.